Привет, АСБ! Наша еженедельная рубрика «Вне игры» продолжается. В этот раз мы поговорили с многократной чемпионкой дивизиона «Дальний Восток» и участницей матча «Звезд-2020» в Уфе Анастасией Стопкиной. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел вам рассказать о том, какой контент делает наша команда АСБ в эти непростые времена. Это рубрика «АСБ вспоминает», где игроки делятся своими воспоминаниями, комментариями о громких событиях в истории нашей лиги. Первый выпуск с Вуком Абрадиновичем. Там он рассказывает о противостоянии Укту и Мгавка и ее сенсационной победе. У нас не только визуальный контент. Есть интереснейшие интервью с Елизаветой Колотовкиной, которые рассказывают про ее попадание в Урфу, о соперницах по студенческой суперлиге и своих амбициях. Также статья про лидерство команды, поддержку ВУЗа на примере команды в ГАВК. Прямиком из Волгограда. Все это вы можете найти в наших социальных сетях. И не стоит забывать о нашей недавно созданной страничке в ТикТок. Только там вы увидите, как игрок десятилетия совмещает игру в Mortal Kombat и баскетбол. А также кто из игроков принял участие в The Switch, The Flip, The Flip Челленджи. Ну вы поняли, там где переодеваются. Ну а теперь переходим к нашему разговору с Анастасией Стопкиной. И конечно же не забудьте подписаться. Всем привет, друзья, это АСБ Вне Игры и мы на связи с Анастасией Стопкиной. Настя, привет! Всем привет! Как у тебя дела? Все замечательно. Мы не слишком рано или не слишком поздно с тобой связались. Ты все-таки на Дальнем Востоке и разница времени колоссальная. Нет, все в порядке, у меня сейчас 4 часа дня, самое время поболтать. У меня тоже 8 утра, самое время для разговора. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься на карантине? Может, у тебя есть какой-то досуг, расписание, тренировочный план, еще что-нибудь? Ну, такого расписания у меня нет. Стараюсь высыпаться, стараюсь правильно пытаться. Тренировки обязательно, или один, или два раза в день. Пишу диплом, начала учить английский, до которого не доходили руки очень долго. Поэтому есть и плюсы, есть и минусы, потому что очень хочется уже на площадку, очень хочется на улицу, очень хочется к морю, которое совсем близко. Но приходится сидеть дома. Поделись своими яркими впечатлениями за время ВСБ. Яркие впечатления? Да, мне кажется, всегда яркие впечатления. Это и матч звезд в этом году, и различные суперфиналы, в которые мы выходили. Игра в полуфинале с НГУ, когда мы там выиграли 4 очка. И вообще каждый выезд всегда запоминается. Матч звезд в эфир. Для тебя было неожиданностью, что ты попадешь на матч звезд? Или ты для себя ставила такую цель? Конечно, я ставила такую цель. Очень хотелось поехать на матч звезд. Но, честно, это было вообще неожиданно для меня. Я разговаривала с родителями об этом много, говорила, что очень хочу поехать. Но понимала, что шансов не так много, потому что и у меня в команде есть достойные девчонки. И, в принципе, у нас на Дальнем Востоке есть действительно хорошие игроки, которые достойны поехать на матч звезд. И когда пришло приглашение, я тут вообще прыгала, бегала, кричала. И родителям я сообщила не сразу. Сообщили мне... Ну, приглашение прислали перед Новым Годом. И родителям я сказала, вот после курантов, когда мы стояли, чокались бокалами, и я говорю, меня пригласили на матч звезд. Там у мамы слезы, у папы восторг. В общем, очень здорово. Я, конечно, очень рада была. Матч звезд в Уфе вызвал какой-то, скажем так, медиа, ажиотаж вокруг тебя, как игрока на Дальнем Востоке? Может, у тебя прибавилось подписчиков? Конечно. У меня там в Инстаграме просто подписчиков было, наверное, плюс 300. Вот, кажется, они заходили, писали. Вконтакте мне писали. Я был организатором. Добавь мне, пожалуйста, друзья. И все писали, что ты что, платишь фотографу? Всем ты платишь. Везде куча фотографий с тобой, видео. Да, конечно, приятно вообще. Что поменялось после матча звезд в Уфе? Может, у тебя какая-то привычка, я не знаю. Наверное, я стала более уверенной в себе. Даже в нашей команде поняла, что мы много чего можем достичь. Просто нужно быть, правда, немножко, так сказать, агрессивней. И все получится. Вообще, эмоции после матча звезд, конечно, зашкаливали. Вся вот эта атмосфера. Я летела в самолете, когда домой. У меня там глаза были на мокром месте. Я пересматривала фотографии, видео. Прекрасный состав и тренерский, и команда, и также и команда Запада, и организаторы подрезающие. Все было просто на таком высшем уровне. И каждый раз, когда вспоминаешь, когда была разминка, когда у меня мурашки были, мне кажется, размером с мою голову, по всему телу. Меня вот так все трясло. Но это было такое прекрасное чувство. Я просто воодушевлена по максимуму. А из соперниц, какие самые сложные лично для тебя команды и, может, игроков ты выделишь, как на Дальнем Востоке, так и в финальных этапах АСБ? О ком бы ты хотела сказать? Ну, на Дальнем Востоке у нас есть команда ДВГАФТ, с которой мы довольно-таки плотно идем по ходу игр. То есть там есть и заруба, и бывает такое, что там после первой половины они там впереди нас. Но, я говорю, еще раз, это все связано с психологией. Как бы после первой половины мы собираемся и выигрываем. А уже на следующем, так сказать, уровне, конечно, любимые наши медведи, на которых мы выходим и проигрываем. Очень обидно было проиграть в полуфинале за выход в финал, 4 очка. Вообще, в принципе, все питерские команды очень сильные. Что Медведи, что Сирены, что Бутик. Но возникают ли у вас какие-либо сложности после того, как вы выигрываете свой дивизион и выезжаете? К чему тяжелее всего адаптироваться, так скажем, с новыми соперниками? Конечно, всегда тяжело выезжать на выезды. Во-первых, это акклиматизация наша любимая. Но мы по поводу игры самой, мы разбираем каждую команду, смотрим там игроков и так далее. И вообще по ходу сезона следим за играми других команд. Но так как у нас по ходу сезона очень мало игр, то есть у нас за сезон может быть 15 игр, когда мы выезжаем на ЛАЗ-16 или в суперфинал, это просто разъяренные тигрицы, которые просто рвут и мечут, чтобы забрать этот кубок, забрать победу, отыграть как можно больше игр, поэтому мы выкладываемся на полную. Мы уже упомянули с тобой момент со сборов для сборной на универсиаду женской команды России. Какие были чувства после того, как ты узнала, что ты не попадаешь в ростер? Пройти все этапы отбора, это, конечно, очень круто. Много новой информации. И как для игрока, и как уже для начинающего тренера, вот. И такой небольшой толчок, чтобы пойти в профи, вот. Поэтому было грустно, но я была довольна собой. Но тебе объективно объяснили, почему ты не проходишь? Конечно, конечно. Я все прекрасно поняла, никаких там, может быть, обид или что-то нет вообще абсолютно. Я очень благодарна тренерам, вот, за предоставленную возможность, потому что поработать на таком уровне, это многого стоит. На что ты сейчас делаешь больше упора? На защиту. Я поняла, что надо очень много работать над защитой, потому что есть вот эти вот все пробелы. И, да, я начала больше там передвигаться, лучше двигаться, защите, работать, отрабатывать. Настя, спасибо большое тебе за этот разговор, за уделенное тобой время. Очень признательно. Надеюсь, ты все так же будешь продолжать быть артистичной, яркой и украшением для всех телеобъективов и камер. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Всем хочу посоветовать сидеть дома, мыть руки и побольше улыбаться. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok